МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Высокая платёжеспособность и благоприятная среда для развития малого и среднего бизнеса. Именно таким выглядит наш округ в исследовании Российского банка. О связи в нашем регионе, как о дорогах и строительстве жилья, можно говорить бесконечно. Когда в округе будет качественная связь, расскажем очень скоро. Более 50 заложников удерживали террористы в школе-посёлке Искателей. Неизвестные боевики оказались вооружены, и правоохранителям пришлось вступить в бой. Захватывающие подробности с места событий у Олега Хатанзейского. Наш регион стал одним из лучших по качеству бизнес-климата для среднего и малого предпринимательства. Об этом сообщает Российский банк. Столь высокие результаты показало его исследование. Ненецкий округ вошёл в число регионов-лидеров с рейтингом А. В эту группу вошли экономически развитые субъекты страны, которые отличаются высокой покупательской способностью населения. В лидерах помимо нашего округа также оказались ещё 14 субъектов. Среди них Белгородская, Воронежская, Курская и Московская области. Авторы исследования отмечают, для того чтобы сравнить совершенно разные регионы, был разработан интегральный индекс. В его основе лежат два фактора – это потенциал и риск. В результате интегрированной оценки Ненецкий округ и попал в группу лидеров. У нас высокая покупательская способность, платёжеспособность, а также большой спрос населения на услуги бизнеса. Все эти факторы и повлияли на высокий результат в исследовании. Кроме того, в качестве рисков оценивались также административные барьеры, значит, уровень коррупции и уровень криминогенной ситуации. Здесь у нас, безусловно, ситуация гораздо выигрышней, чем в других субъектах федерации. И вот в результате этого, да, мы находимся в группе А, в группе лидеров. Обрывы связи, сброс вызова и кратковременные прерывания во время разговора. Последние месяцы в нашем регионе актуальна и остаётся проблема некачественной мобильной связи. Эту ситуацию прокомментировал и глава региона Игорь Кошин. Цитирую. Население округа и главы муниципальных образований постоянно жалуются на качество связи. От тех, кто отвечает за этот вопрос, слышу пока одни слова. Толку мало. Конец цитаты. В этой связи накануне качество мобильной связи, стационарной связи, цифрового телевидения и радиовещания обсудили на брифинге с руководителем комитета по информатизации Александром Борачевским. Так когда же в округе будет качественная связь? Ответ на этот вопрос искал наш корреспондент Алина Ваучейская. Алло. Это привычное, казалось бы, слово. Жители Ниимского округа всё чаще могут услышать со второго, а порой и с пятого раза. Надпись на телефоне «Не удалось дозвониться», сбой связи и короткие гудки в трубке. Ситуация, которая в нашем регионе уже стала нормой. Ну, о плохом качестве связи говорить не приходится, и так всем всё понятно. Вот, к примеру, сейчас мы проведём небольшой эксперимент, попробуем дозвониться. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Итак, попробуем ещё раз. То же самое. Попробуем ещё раз. Ну вот, пошли гудки. С четвёртого раза мы дозвонились всё-таки. Да, Лёва. Основные мобильные операторы в регионе – МТС и Мегафон. Для предоставления услуг связи в Наринмаре и посёлке Искатели они задействуют ресурсы волоконно-оптической линии связи из Республики Коми в Ненецкий округ, которую арендует Ростелекома. Сейчас это единственная магистраль связи в регионе. Канал связи для МТС предоставляет Ненецкая компания электросвязи. Первые проблемы с мобильной сетью начались после прорыва кабеля в районе Республики Коми. Напомню, инцидент произошёл в ноябре 2013-го. Ну а за последние полгода качество мобильной связи стало ещё хуже. Сетуют горожане. Качество связи не устраивает. Иногда в год перебоя, как вы, наверное, сами знаете, я пользуюсь, допустим, МТС. Бывает нестабильная связь, прерывается. Нет, не устраивает. МТС особенно. Ну, я и, собственно, её пользуюсь. Плохое качество связи прерывается постоянно. Плохая слышимость. Не устраивает абсолютно, о чём я уже неоднократно писал даже на сайт МТС. Очень нехорошее качество связи на самом деле. Причина плохого качества связи в окружной столице – перегруженность волоконной оптической линии из-за большого количества пользователей сети интернет, а также стационарной и мобильной связи. Для решения проблемы до конца этого года ненецкая компания электросвязи должна завершить работы по модернизации сети. Компания уже провела работы по установке и настройке нового оборудования, которое позволяет улучшить распределение спутникового ресурса, а также предоставлять каналы большую пропускную способность. Об этом на пресс-конференции по вопросам связи заявил руководитель комитета по информатизации Ненецкого округа Александр Борачевский. Также он дал совет о том, как временно улучшить качество мобильной связи. Если мы хотим телефоном пользоваться именно для голосового общения, включать на телефонах функцию 2G. То есть в стандарте современные телефоны, они у нас сейчас настраиваются на 3G-сети. Прокомментировал он и ситуацию с мобильной связью в населенных пунктах округа. Там причина плохой связи – потеря сигнала базовой станции, телефоном абонента и за ограниченные зоны покрытия. Решить проблему можно, увеличив пропускную способность спутниковых каналов. Эта пропускная способность в 2015 году должна увеличиться вдвое, а в ряде наиболее проблемных с точки зрения мобильной связи населенных пунктов – в 2,5 раза. На следующий год, с учетом того, что мы увеличиваем в 2 раза, а по ряду населенных пунктов в 2,5, у нас сумма где-то планируется составить порядка 58 до 60 миллионов. Проблему с мобильной связью можно было решить и по-другому. Если бы в округе появилась еще одна волоконная оптическая линия, нагрузка на линию Усть-Цильма-Наринмар снизилась, а, следовательно, повысилось бы качество мобильной связи. Кстати, проект проведения оптоволокна по территории Нейнского округа был разработан еще в 2013 году. По проектно-сметной документации, волокон на оптическую линию должны провести отмезений через село Несь в Наринмар. Только вот руководство Комитета по информатизации до сих пор не может определиться, что выгоднее – прокладывать оптоволоконный кабель или продолжать работать через спутник. А потому неизвестно, когда же все-таки связь в Нейнском округе выйдет на достойный уровень. Алина Ваучейская, Сергей Качиков, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Более 50 заложников удерживали террористы в школе поселка Искателей. Неизвестные боевики оказались вооружены, и правоохранителям пришлось вступить в бой. Спустя некоторое время преступникам все же удалось скрыться в лесу с одним из заложников. Но благодаря слаженной работе ОМВД, ФСБ, МЧС России они были обезврежены, а заложники освобождены. Именно по такой легенде сотрудники ведомств провели масштабные совместные учения, захватывающие подробности с места событий у Олега Хатанзейского. Все это больше похоже на сцену из настоящего боевика. Школу захватили террористы. Сигнал ОЧП поступает на пульт полицейских. Сотрудники ОМВД, ФСБ и МЧС выстраиваются на краткий инструктаж. Указания получены. Цель – обезвредить бандитов и сохранить жизни заложникам. Бойцы ведомств без промедления отправляются на место происшествия. Впереди сложнейшая тактическая операция. И хотя это только легенда учения, а не реальная угроза, подразделения все равно работают в полную силу. Для спецоперации силовикам приходится досконально изучить план школы. Сотрудники ведомств вооружены на каждом бронежилет. Чуть позже террористы соглашаются на переговоры. Они выставляют свои требования. Обстановка здесь пока в принципе спокойная. Террористы находятся уже в здании школы. Они захватили несколько человек, в том числе и преподавателей. Недавно с ними же прошли переговоры. Они запросили в качестве заложников начальника ФСБ. Здесь уже на месте пожарные расчеты. Они прибыли в качестве, если вдруг произойдет возгорание или же взрыв. Также приехали полицейские. Место полностью отцеплено. Ну а мы ждем дальнейших развития событий. Вот к зданию школы медленным шагом идет небольшая группа силовиков. Среди них и начальник ФСБ. Он готов выполнить требования террористов, то есть стать их заложником. Но взамен они должны отпустить детей и преподавателей. Обещания сдержали. Через несколько минут боевики под дулом автомата выводят руководителя Федеральной службы безопасности. Они садятся в машину и уезжают. Машина с террористами и начальником ФСБ уехали в неизвестном направлении. В школе тем временем начался пожар. Там школьники, там преподаватели. Сейчас тут пожарные расчеты пытаются потушить возгорание, ну и спасти тех, кто находится в здании школы. В задымленном помещении школы более 50 человек. Это дети и их преподаватели. Идти через главный выход опасно. Пожарные принимают решение эвакуировать людей через окно. Слаженная работа пожарных приносит результаты. Очаг возгорания ликвидирован. Никто из заложников не пострадал. Поступило сообщение, что террористы с начальником ФСБ уехали куда-то в лес и скрываются там. Сейчас все группы, полицейские отправляются туда. Машина с террористами и заложником должна проехать по этой дороге. В ювелирную работу вступают спецназовцы. Они окружают местность и готовы открыть огонь в любую секунду. Вот на горизонте виднеется предположительная цель. Руководитель дает указания своим бойцам. Отчет пошел. Три, два, один. Руководитель дает указание. Руководитель дает указание. Руководитель дает указание. Рука заставка. Вторую. Держись. Ноги выпрямим. Готов. Слаживай. Отдеваем ноги. Машина атакована, террористы обезврежены, заложник освобожден. Бойцы специального назначения отработали четко и грамотно. Боевиков залковали в наручники и поместили в машину. Дальше работать с ними предстоит следователям. А тем временем результатами учений все участники остались довольны. Взаимодействие группировки отлажено, оценку удовлетворительно. Еще есть над чем проработать, но тем не менее в случае необходимости мы сможем противостоять террористическому угрозу на территории округа. С каждым разом отмечаю, что навыки все более устойчивые становятся. Потому что руководители становятся старше и опытнее, личный состав подтягивается. Всего в совместных учениях оперативного штаба Ненецкого округа было задействовано около 150 сотрудников УМВД, МЧС и ФСБ России. Подобные работы будут проводиться и дальше, заверили специалисты. В конце недолгое, но трогательное прощание. Они, кажется, уже успели стать друзьями. Олег Хатанзельский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Прервемся на короткую рекламу. Дальше будет не менее интересно. Не переключайтесь. Четыре документальных фильма о Ненецком округе готовятся к показу широкому зрителю. О героях, создателях и многом другом расскажем очень скоро. Он будет нести спасительный свет народам Заполярья. Духовно-просветительский центр Наринмарской епархии уже внесен в генеральный план состройки города. Каким он будет, узнавала Надежда Литкова. Компания «Красный город» приглашает выбрать тур на бархатный сезон. Осенние каникулы и Новый год. Авиа, ЖД-билеты, страховки, визы без покупки тура. Выбери свой достойный отдых в надежном туристическом агентстве «Красный город». Улица Ленина, 31. Внимание! Если у вас есть записи на видеопленке, которые вы желаете хранить в цифровом формате, воспользуйтесь услугами профессионалов телеканала «Север». Ваши видеозаписи будут переписаны на современном оборудовании, на DVD и другие носители. Также возможна запись видеоматериалов с карт памяти, фотоаппаратов и видеокамер. Телеканал «Север» сохранит ваши воспоминания в качественном формате. Обращайтесь по адресу. Оленная, 10. Телефон 2. 17. 17. Мы продолжаем выпуск. Съемочная группа телеканала «Север» готовит серию документальных фильмов про Ненецкий округ. Съемки проводились зимой и весной, а сейчас группа вернулась из экспедиции по реке Белой. Какие тайны заповедных мест они узнали, смотрите в следующем сюжете. Каньон, большие ворота, каменный город, страна идолов и застывших ненецких богатырей. Болванская сопка – священное место для коренных народов. Сопка-болванка такая есть, оболванивает людей. Если там что-то, к примеру, не оставить, то можно заблудиться когда-нибудь. То есть там оставляют люди хоть конфетку, хоть крючевку, спички, патроны, кое-что есть. Каменный город – сторона духа. Громко разговаривать здесь нельзя. Ругаться нельзя, ругательных слов говорить нельзя. Иначе что-нибудь может произойти, к примеру, по пути. Заповедный уголок окутан тайными и мифами. Белые останцы звездниковых скал предстают то в виде сказочных персонажей, то в виде загадочных существ. Многочисленные пещеры и гроты дополняют таинственный мир каменного города. Три дня сплава по Белой оказались почти отдыхом по сравнению с зимней экспедицией. Она проходила в рамках полярной дыхания Арктики. Путешественники отправились на снегоходах к побережью Северного Ледовитого океана. Путь прошел через Тапседу, Сенгейский, Вельть, Индигу, Ваучейский, Коткино, Виску, Лабожское и Устье. То, что мы увидели там, как бы вот эти ребята, которые со мной ехали в этом путешествии, так скажем, в таком экстремальном экспедиции. Они очень поражались простором, который я им показал. Причем это белые просторы, снежные просторы. Погода меняется на дню несколько раз. И они увидели, что в этом краю, вроде как безмолвном, жизнь кипит. На Тапсиде живет один Василий. На рубеже нашей Родины он делает свою работу. Пускай она нужна только ему. На Сенгейской метеостанции живут два человека и делают работу для всего мира. Смотритель маяка в Индиге. Может, этот маяк уже и не нужен никому. Но он старается поддерживать его. Ухаживает, сторожит. Все встречи с такими людьми вошли в сценарий фильма, который снимает Ненецкая телерадиокомпания. По заказу председателя Союза оленеводов Владислава Ваучейского. Фильм изначально задумывался мной, как показать тот мир, частью которой я являюсь. То есть земли, на которой я родился. То, что идея пришла разбить на сезон, что он действительно сезонный, этот мир. Каждый сезон по-своему прекрасен. Я хочу показать красоты моего края. Люди, которые в этом краю живут, какой бы он ни был, суровый, холодный, дикий. Здесь живут люди. Люди и земля. Главное то, что здесь есть. Съемки осеннего сезона планируются в предгорьях Урала, озера Балбанты и на Пым-Вашоре. Всего планируется снять четыре документальных фильма. Надежда Литкова, Ольга Смирнова, телеканал «Север». В начале 2013 года на встрече президента России Владимира Путина с патриархом Кириллом обсуждалась поддержка формирования новых епархиальных управлений Русской Православной Церкви. По итогам встречи было решено. Духовно-просветительские центры должны появиться во всех новосозданных епархиях Русской Православной Церкви. Каким станет духовный центр в Наринмаре, узнавала Надежда Литкова. Самая северная епархия Русской Православной Церкви – Наринмарская. День ее рождения – 27 декабря 2011 года. В состав епархии входят Лешуконский и Мизенский районы Архангельской области, Новая Земля, Земля Франции Иосифа и Ненинский автономный округ со столицей – городом Наринмаром. Богоявленский храм – духовный центр нашего города. Его строительство началось в 1996 году, а в 2005 состоялось Великое освящение. Такие храмы строили только на севере Руси. Его высота – 35 метров. Общая вместимость – 250 человек. Ни для кого не секрет, что во время служб храм не может вместить в себя всех желающих. И речь о строительстве нового идет уже очень давно. 28 февраля 2014 года в Москве состоялась встреча святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с участниками патриаршего проекта «Русская Арктика». Именно тогда архитектор Иван Поляков представил проект «Арктический собор», которым с благословения епископа Наринмарского и Мизенского Якова занимается уже больше года и в рамках которого планируется строительство духовно-просветительского центра и кафедрального собора Наринмарской епархии. Ради работы на Севере профессионал даже оставил свое архитектурное бюро в Санкт-Петербурге. Я сказал, ребятки, все, извините, я оставляю все, я у тебя в Дуринмар. Не всех уволил, часть людей у меня осталось работать, но я общаюсь с ними по скайпу, работаю. Здесь будет открыто под этот проект архитическое и строительное бюро. Успенский кафедральный собор будет построен из современных материалов. Новые технологии в нем будут сочетаться с русскими традициями. Собор превысит как в размерах, так и по высоте Богоявленский храм, обеспечит оптимальную вместимость и станет частью соборной площади. Площадь объединит всю полноту государственной и духовной власти, придаст завершенность центру Наринмара. В состав комплекса духовно-просветительского центра войдут воскресная школа, школа-юнг, конференц-зал, выставочный зал, библиотека и трапезная. Духовно-просветительский центр будет служить, как явствует из его наименования, просвещению наших людей, духовному образованию, тому, чтобы истинной веры, благочестия, правды, любви люди могли обретать здесь в самых различных формах, и в общении со священниками, и в общении с теми, кого мы будем приглашать с большой земли, и в культурных программах, и в выставках. Средоточием духовно-просветительского центра по нашим замыслам, дай Бог, чтобы они воплотились в жизнь, станет музей русской Арктики. Строительство музея станет первым этапом работ. Он начнется в ближайшее время. Весь комплекс по плану появится через три с лишним года. Предстоит много работы. Будет снесено старое здание больницы, возможно, перенесена остановка общественного транспорта. Активное содействие проекту оказывает и архитектурный отдел нашего города. Собор в любом городе является его центром, его вертикалью, его духовной истиной. Любой город, мне кажется, наш город еще юный, потому что в нем еще не дозрели до такого собора. Я думаю, что это обязательно должно быть, и в любом случае это украсит город. Арктический собор станет памятником первопроходцам русского севера. Он станет главным монументом столицы русской Арктики и будет нести спасительный свет христовой веры народам Заполярья. Редактор субтитров А.Семкин